Ажурная тесьма, заборчик. Вот схема этой тесьмы. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Для начала этой тесьмы я набрала 11 воздушных петель. Теперь замечаю эту 11-ю петлю и набираю еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И начиная с отмеченной 11-й петли вяжу 11 столбиков без накида. То есть на всей вот этой вот воздушной цепочке. До конца. 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6. Поворачиваюсь. Вяжу столбик с одним накидом. Делаю 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующий столбик вяжу, пропустив 7 столбиков предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот на восьмом. Девятом и десятом. Ну и один столбик у нас в начале, то есть всего 11 опять же получается. Второй ряд. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваюсь. На столбиках с накидом вяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Еще 7 столбиков без накида вяжу на цепочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И один столбик на столбике в крайнем. Теперь повторяем вот эти ряды. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваемся. 1 столбик с накидом. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И теперь можно уже не считать, а просто вот над этими столбиками с одним накидом также вязать столбики с накидом. И так вот повторяем. Давай, когда свяжу побольше, покажу, что у меня получилось. Вот такая вот тесюмочка у меня получилась в результате. Ей можно украсить, использовать ее в качестве каймы. Низ изделия. То есть вот сразу присоединять ее в этих вот. Когда вяжете вот эти вот дужки, сразу присоединять к изделию. То есть располагая ее, так сказать, вот по краю. Можно дополнительно еще украсить вот эти вот нижние дуги, пикушками, даже бусинками, чем хотите. То есть на каких-то ажурных вот джемперах, кофточках такая вот каемочка будет выглядеть очень эффектно. Ну или в качестве тесьмы ее использовать. Как, в общем-то, совсем простенькая. И плюс в том, что вот ее можно именно присоединять по мере вязания к краю изделия. То есть заранее не рассчитывая количество петель. Здесь, в общем-то, рапорт два ряда. Довольно частые вот эти вот зубчики, которые будут крепиться к уже готовому краю. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных, неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек.